Доброго фупайса, друзья! С вами снова я, Шус. То самое видео, та самая текстовая игра про гладиаторов. Я сразу предупреждаю тех, кто пришел за мега-экшеном, там перестрелки, кулырочки, все дела. Сразу говорю, это видео не про адреналин. Оно не про это. Это будет немножко другое видео. Это будет такое вдумчивое, конкретное вдумчивое, долгое прохождение. Тут нужно много читать, много информации воспринимать. И это другое видео. Так что, если вы пришли за экшеном, то вам придется немножко подождать, а это видео придется закрыть. Ну, а те, кто здесь остались, пожалуй, давайте начнем. Я подключу небольшую классическую музыку, чтобы всем было хорошо, потому что под классическую музыку, послышал эта игра, очень хорошо заходит. Давайте напишем Шус, выбираем портрет, самый первый подходит, выбираем откуда мы. Это игра-симулятор, грубо говоря, хозяина одной из бойцовских ям. То есть, у вас ваш стейбл, у вас там ваши гладиаторы, вы их выставляете на бой с другими гладиаторами. Ну и, собственно, сейчас я вам все покажу. Последний раз играл я в нее более двух месяцев назад, поэтому немножко подзабыл, но давайте. Можно выбрать, кто я такой. Можно быть мерчантом. То есть, у меня будет на 350 тысяч денег больше вначале. Это очень большая сумма, крупная сумма, но я не хочу. Экс-гладиатором я раньше был. То есть, я лучше тренирую своих бойцов и лучше в бою их поддерживаю тоже. То есть, у них качи гораздо быстрее. Я раньше был хорошим скаутом и идеально знаю бойцов. То есть, ну, поиск идеального бойца. Ну, то есть, не совсем поиск, это идеальное совпадение по статам. То есть, там бывают статы у бойцов, и я идеально их могу угадать. Если там будет А, значит там А. То есть, иногда скауты ошибаются. Но тут, типа, находишь бойца, и все статы, которые написаны, они подлинные. Находишь их без ошибок. Доктор. Меньше восстанавливается после травм и практически никогда не болеет. Хотя заболевание это очень частая такая штука. Кстати, доктор тоже хороший. Шоумен. Получаешь на 100% больше славы твой боец после боя. Репутация твоя качается сильнее или слабее, в зависимости от того, проиграл ты или победил твой боец. Получаешь гораздо больше самого события. То есть, с события получают бои обычно лучшие бойцы получают больше денег. А тут, то есть, на 20% всегда у тебя больше. И, собственно, гораздо чаще для тебя проводятся сами сражения в календаре. И переговорщик. При покупке бойца ты на 50% меньше платишь. На 70% меньше ему зарплату в день платишь. И мораль как бы у него высокая. Давайте в основном шоумена попробуем. Никогда не играл. Я раньше играл за скаута и за гладиатора. Было весело. Давайте попробуем за шоумена. Говорят, у него очень много боев. Оставлю себе... Давайте обычную кампанию или длинную. Поставлю длинную кампанию. Сильная экономика. Можно еще поставить бедную, среднюю. Давайте сильная экономика. Женщин гладиатора включим. Почему нет? Будет прикольно. Позволим богам решать прокачку бойцов. Они самим будем решать. Сайт квесты. Десс месседжер. Сплеер перкс. Все дела. Ну, давайте потихоньку начинать. Так, первое, что нужно сделать. Тут очень много букв. Не пугайтесь. И все в порядке. Я все объясню. Это нанять себе став. Для начала мне нужны два хороших... Ну, вообще, вот первый тренер. Беда 407. Он будет один у меня. Он отлично и тренирует, и коучит во время боя. Один человек уже в составе моем. Уже работает на меня. И нужно два хороших скаута. Вот я вижу первый хороший скаут. И... Пожалуй, нужно больше сеть гораздо. Сеть нужна. Это важно. То есть сеть, это сколько он будет бойцов всего показывать. А эволейшн, это насколько четко он показывает статы. То есть он может... Скаут может ошибаться. Давайте возьмем самый большой сетью. Тоже, в принципе, неплохой. Хотя они все сужрут мои деньги, блядь. Ну и хуй с ним. Сто вот парень находит, видите, мало. Но кого он находит, это просто... Он 100% знает, хороши они или нехороши. Давайте возьмем такого слабенького. Будет мало бойцов, но он точно знает, кто они. И стоит он 280. Нам нужен доктор. Доктор хороший, вот на уровне, который будет лечить 427. Хотя тут 30 копеек приплат. Возьмем 455. Денежки уже уходят. Но один доктор лечит и от заболеваний, и от травм. И нужен кузнец. Броню я своим бойцам одевать не буду. Вот я вижу идеального парня, который делает хорошие, хорошие пушки. И подготавливает бой, возьму его на 479. Карнутус. Карнутус заезжает. Теперь заходим в рекрут. Вот наши два скаута. Один нашел первого бойца. Это Басус. 26 лет. Находится в своем прайме. Мне уже нравится этот боец, потому что он находится на пике своих возможностей. Его сила 2 с плюсом. Правда, но при этом он четверку с минусом имеет за выносливость. Он такой ловкий. У него отличные рефлексы, которые отвечают за то, что он будет блокировать атаку. И у него идеальная ловкость, чтобы пранул. Нет, не идеальная. У него херовая ловкость. Ошибочка вышла. Но все еще. На контр-выпадах он слабый. Точнее, на выпадах он редко будет выпадать по нему. Двойка с плюсом. Но он находится в прайме. Это его большой плюс. Интеллектуал из него средний. И второй скаут. Давайте отсортируем по дексу. Я люблю сортирую по дексу. У него, в принципе, идеальный боец. 26. Либо он находится в прайме. У меня ожидания тоже хорошие. Он имеет пятерку с плюсом по силе. Пятерку по выносливости. Тройку с плюсом по ловкости. Тройку с минусом по рефлексам. А это именно по блокировке. Но при этом он уворачивается и блокирует такси. Но при этом он очень часто попадает. И очень интеллектуальный боец. Стоит он 8 тысяч. Это огромные деньги. Но этого бойца я возьму. Либо находится в своем лучшем состоянии. Бойцов я буду стараться брать только в прайме. Потому что остальное не нужно. 40 лет это уже паст прайм. Понимаете? Это он уже на спаде. На спаде. На таком не хочу брать бойца на спаде. Тут у меня 24 года. Тоже в прайме боец. В принципе, неплохой. Но остатки оставят, конечно, желать лучшего. И вот 20 лет. 20 лет он еще не нашел себя. Можно взять молодое подрастающее поколение. Чтобы оно работало на меня в меньших сражениях. Но я не хочу. Поэтому я лучше возьму вот этого молодого. 26 лет. Басуса. Давайте посмотрим, кого нам привезут. Это, видимо, Либо. Который я заказывал. Который стоил большие денег. Он отлично силен. Он так себе вынослив. Но при этом при всем он очень лог. Очень хорошие рефлексы. Очень великолепная. Именно сам по себе попадает очень часто. Интеллект средний. Ну и 627 фп. Это очень хорошо. Дереваться он Пагио. Это мой боец на особые события. Я думаю, я опущу его сначала на массив. Очень трудный. Я думаю, на массив его убьют. Тут в соответственности от того, какое событие будет происходить. Именно среднее, ниже среднего. Массивные будут бойцы гораздо сильнее и мощнее. Видим событие. У нас только эверэдж будет. В принципе, нормальное. Для дебюта этого парня. И Басус. Басус очень слаб. На самом деле, такой не очень выносливый. Блять, с ловкостью тоже как-то все у него не очень хорошо. Рефлексы, интеллект. Да, тут я проебал конкретно этого парня. Я думаю, он долго не проживет у меня. 210 зарплат он получает. По крайней мере, он не жадный. Так, оружие у него Гладиус. А у этого парня Пагио. Заходим в магазин. Покупаем сейчас. Гладиус на 85. Отлично за 1000. Пагио пока я не вижу, кроме 49, никакое. Через 10 дней будет новый запак. А мне 10 дней это... Ну вот, пойдет тогда он, значит, на 12 число с Пагио драться. А Басус отправится со своим Гладиусом подарять милд уже через 3 дня. Попадет он у меня, блять, на мессив. На самом деле, ему дадут пизды. Поэтому не хочется его хоронить так рано. Поэтому мы будем ждать пока. Тратим денежки на зарплаты. Тратим денежки на все. Ну и судя по всему, хорошо бы, конечно, отправить этого молодого. Либо на мессив я все-таки рассчитываю на него. Он может выходить пизды вообще в легкую здесь. Но чем черт не шутит? Но у него нет нормальной пушки, блять. Это меня очень сильно беспокоит. Он берется с Пагио. А в маркете хорошего Пагио я не вижу, вижу только хуевое. Поэтому придется покупать хуевое. Одевать либо. Хотя я очень сильно рискую. Ну, что поделать. Кто не рискует, не пьет шампанского. У нас событие сегодня. Мы отправляем к самому слабейшему боссу. Пока 47 тысяч на ставочки. Либо. Мой флагман, блять. Ты не можешь проиграть в этом бою. Ставки один к одному. Он берется с бестией. И я, пожалуй, заплачу ему 30 положенных. Нет, заплачу даже больше. Заплачу ему 40%, чтобы его мораль была повыше. В случае таком, как хозяин его возьму. Ну и чисто символически закину на него десятку. Просто чтобы, ну, как бы парень бился за мои деньги. Дерется он с бестией. Бестия проигрывает ему в силе. Хотя он пятого уровня. Аж он имеет 7 побед и 1 поражение на арене. При этом он остался в живых. По выносливости парень обыгрывает его совсем немножко. По ловкости проигрывает очень сильно. По рефлексам проигрывает очень сильно. Но при этом шанс попадания в декстрате у него очень хороший. Меньше чем. Ну, бестия имеет меньше. По жизням они примерно равны. По оружию. Ну, бестия, конечно, оружие лучше. И броня у него есть 5%. Моему парню, судя по всему, он станет пиздец. Бестия старше на один год. Поехали. Можно посмотреть на скорости. Мы парень, но сюда я обычно скипаю и смотрю, кто ковбал. И либо его уничтожает. Либо просто хоронит его. Но при этом при всем толпа оставляет его жить. Либо у меня зарабатывает свои денежки. Приносит мне 38 тысяч, уничтожая бестию. Бестия два раза поиграл. Но, видимо, толпа его любит. Поэтому оставляет его в живых. С победой моего молодого. Даже с хуевой пушкой. На 6 дней он выдохся. Но при этом мои денежки у меня. Так. Посмотрим, когда будут следующие бойцы. Fighter Pool. Temporalizator. То есть, никого не нашел Панса. Посмотрим, нашел ли ты кого за 10 дней. Не вижу никого в прайме. Только этого. Сатурниуса. Но я не думаю, что он может что-то. И вот девелопинг. Все тот же. Через 9 дней будет боец. Видимо, тот кого второго, которого нашел мой друг. Его не будет. Басус поедет у меня на милт. На эвридж. Пока что все отдыхаем. Пока что миленько отдыхаем. Никто никого не дергает. Так. Надо теперь посмотреть, есть ли завоз в магазин. Да, есть завоз в магазин. Нужно пагио хорошее. Для моего парня. Гладиус у этого идеальный. У этого пагио хуевый. Для моего флагмана, блядь, надо раскошелиться. Купить ему хороший пагио. А именно на 81 урон. За 2 косаря. Я на тебя рассчитываю. Ты выиграл мне массив. Значит, ты пойдешь на другой массив с новым оружием. Либо рассчитываю на тебя. И второй эвридж событие. Куда можно без стеснений отправить Басуса. Тем более, что либо еще один день будет отдыхать. Все к тому же боссу. Басус, блядь. Не уверен я в нем. Катастрофически. Но если он не выиграет в эвридже, мне, ему в моем, как бы, доме делать нечего. Ставки 2 к 1 на Басуса. Сатурниуса, скорее всего, купили того, которого я видел. Помните, который был еще в своем. Ну, он только разрабатывался. То есть, он еще не был на пике своих возможностей. На Басуса поставлю. Ну, пятерку тогда. Нет. Ну, да, пятерку. Я просто не уверен в нем. Хотя ставки на него. Басус доволен. Единственное, что 20% выгоды. Он, как бы, ну, накину ему 25. И он будет даже счастлив. Потому что он не жадный. Это очень хорошо. Дерется он с Сатурниусом? Нет, Сатурниус 44 года уже в постпрайме сильном. На опыте будет брать. Старше на 20, ну, почти на 20 лет там. 18 получается. По силе проигрывает и по стамине проигрывает мой боец. Но при этом и по ловкости проигрывает. Но по рефлексам выигрывает. То есть, он будет чаще блокировать атаку, чем он соперник. По жизням выигрывает. Может больше всех питать. Процент попадания выше у соперника. Вот тут-то я не уверен. По оружию они примерно равны. Ну, посмотрим, сможет ли Басус что-то предъявить. Нет, Басус отъезжает. Его убивают. На 5000 наставках я потерял. Ну, я, в принципе, ожидал такого исхода. Мне, в принципе, жаль. Ну, чувствует себя, по крайней мере, либо хорошо. Хотя обычно после смерти второго бойца мораль падает от его гладиаторов. Этот парень справляется. Через 4 дня завозят новых. Из этих я не вижу вообще смысла никого покупать. Поэтому пока отдыхаем. Ну, денег меньше буду платить. Такие проблемы. Так, что у нас? 15 дней новые бойцы приехали. По возрасту сортируем. 27 лет. В прайме в своем находится Аконе. Это женщина лансы и орудует. В принципе, очень хорошие статистики. Кроме агилити и рефлексов. В остальном это просто самородок. Его, я думаю, можно вполне себе брать. А если ты ошибаешься, это будет печально. А второй нашел мне двух уже таких, двух переходящего возраста, в которых я совершенно не уверен. У них еще и агилити плохой. Но это 36-летний кладиус, который орудует хостой. Но для начала я возьму вот эту женщину. 27 лет. Аконе. Говорят, она что-то может. Давайте посмотрим, через 3 дня она приедет. Она очень так себе и по силе. Но при этом стамина у нее великолепная. Агилити проигрывает сильно. Но как же она часто будет попадать? Практически каждый свой удар она будет попадать. Дерется она лансей, которой у меня, к сожалению, пока нету. Рефлексы также на уровне. В принципе, вэверидж события должна тащить. Аконе вэверидж событиях. Но мейн-эвентер мой, в принципе, отдохнул и готов сражаться. Зарплату его можно повысить. Я пока против повышения зарплаты. Потому что зачем? Зачем это нужно? Посмотреть нужно, продается ли лансей. Идеальная лансей за 1400 уже уходит ей в руки. И да. Аконе готова побеждать. Мессив события сейчас у нас будет для моего Либо. Который уже отдохнувший и готовый. Проверяем. Он в порядке, он готов. И эвридж события будет 23 марта для Аконе. Так, ну что ж. Либо ты показал себя великолепно в своем девятном сражении. Ты отправляешься защищать мою честь. С новым багио. Да. На этот раз ставки 2 к 1 за Либо. Потому что его уже знают. В принципе, его мораль можно повысить. Опять же, на 5. 35 процентов. Ставочку я проиграл. Поэтому нужно отбивать свои 5000. Поставлю снова десятку на Либо. Дерется он с фула четвертого уровня. Моложе гораздо его. Фула 19 лет. Выносливее. Намного выносливее. Молодой бык, можно сказать. Но при этом проигрывает силе. И очень сильно проигрывает ловкости. Рефлексы также моего бойца превосходят. Его чаще попадает мой боец. И при этом при всем он имеет больше жизненной силы. Оружие моего бойца совершенно. На уровень превосходит фула. Ну, я думаю, либо нужно тут вытащить без проблем. Да, либо вытаскивает. Но с небольшими сложностями. Но вытаскивает этот бой. Толпа решает, что фула недостоин своего второго шанса. И поэтому после первого поражения упростили. Второго уже не прощают. И его либо казнит. При этом принося мне еще 5000 составок, которые я потерял. И 33 тысячи с аудиторией. Это возможно. Он, правда, травмирован наш на 8 дней. Причем он так хорошенько травмирован. Это не слабая травма. Посмотрим. Стамина его сильно просела. Но это все решаемо моим врачом. Который является гением хирургии. Не менее, чем гением. Потому что таких денег стоит только гений. Через 2 дня приезжает Акония. Новый рекрут через 14 дней. Это не те, которых я уже смотрел. По-моему, я их уже смотрел. Да, я их уже смотрел. Я, в принципе, здесь никого не вижу. Я не вижу здесь бойцов, которые мне нужны. Я вижу здесь каких-то, ну вот уже. Переходный немножко. Война идет у меня в коридоре. Но это не важно. Надеюсь, вы этого не слышали. Либо счастлив в своей жизни. Он получает свои 200 голды. Он получает свои части от приза. И, в принципе, не выебывается. Люблю этого парня. Его тренируют еще, когда он отдыхает. Это очень хорошо. Давайте ждем. Дальше. Приехала Акония. Приехала Акония. Она отправляется в бой. Можно в Милт ее отправить. Милт это еще хуже, чем Эберидж. Ну, давайте начнем. Разогреем ее с Милт. Так и быть. Она должна нормально себя прочувствовать. Нормально взять оружие. Это ее дебют все-таки. Нельзя ее отправлять прямо в мясо. Мне очень повезло, что я нашел либо. Давайте отправим ее в Милт. Отправляется Акония в Милт. Всего лишь 20 тысяч мы получим с этого всего. Ставки 3 к 1 на нее. Поэтому я вижу, что Барба ее соперник. Не знаю, кто это мужчина и женщина. Но я поставлю на нее 6 тысяч, потому что это мой предел. Я уверен в ней. У нее очень маленькие требования. Я не думаю, что стоит едать немножко больше. Не стоит едовать больше. Просто потому что это бой, за который и так платят мало. 3 тысячи, я считаю, вполне достаточно для бойца и уровня. Держится она с Барбой. Третьего уровня 38 лет. Она на 11 лет моложе. Поэтому она выносливее слегка. По силе превосходит совсем чуть-чуть. По ловкости совсем чуть-чуть превосходит. Рефлексы проигрывает. Но при этом как же часто она попадает и как же много у нее жизней. Оружие, ну вы сами видите. Оружие Аконии создано богами. А этот парень нашел палку на помойке. Собственно, выбираю агрессивный стиль. Потому что, чтобы бить чаще, она попадать будет гораздо чаще, чем он. Поэтому она убьет его. Возможно, даже не получал урона. Да, она так и сделала. Она не получила ни одного урона. Она просто затыкала его тычками. Собственно, Барба умер. Не думаю, что сохраняется ему жизнь после такого сокрушительного поражения. Второе поражение стало для него роковым. 17 тысяч Аконии приезжает в копилочку мне. Так, я думаю, стоит немножко улучшить. Улучшить условия содержания моих бойцов. Это стоит 4 тысячи, конечно. Блядь, а то они живут, спят в грязи и живут то, что находят в грязи. Давайте пусть хотя бы спят они на мешках. Им это понравится. Они сейчас находятся еще в энтузиазме. У них мораль, очень высокая мораль. Поэтому я не вижу смысла наплачивать им гораздо выше, чем они просят. Потому что мораль у них это хорошо. Через 10 дней я вижу новых бойцов. А пока что отдыхаем еще 3 дня. Потому что Акония отдыхает 3 дня. И потом пойдет на Эверидж. Представьте, она отдохнет. Ее даже не ранили. Это здорово. Это просто здорово. Так, у меня прокачался один из моих стафф-менеджеров. А все практически прокачались. Давайте тренировки. Это тренер качается. Тренинг и коучинг. Коучинг это то, что наши бойцы получают во время своего боя. А это во время тренировок. Давайте прокачаем время тренировок. Потому что все-таки чаще не будут у меня отдыхать. Скорее всего. Для панцы лучше находить больше бойцов. А для клира лучше, конечно, их лучше узнавать. Для доктора пусть лучше он лечит, конечно же, от травм. Заболевания это тоже, конечно, важные вещи. И кузнец мой будет крафтить оружие, как гефест. Как гефест он будет крафтить свои пушки. Заходим в офис. Отдыхаем. У нас там не раздуплилось еще. Через два дня придет в строй либо мой мейн-эвентер. Моя ставка. Моя рыбка золотая, блять, которую я выловил первой. Ее мы отправим сейчас в стронг события. Там она должна без проблем разобраться. Так, у нас это же событие. Никто не заболевший. Все готовы. 1-0. Идем без поражений пока. Эти бойцы одного нашего уже замочили. Но он, в принципе, не стоил денег, которые я за нее заплатил. Потому что это была моя ошибка. 27 тысяч. У нас на эверидже отправляет же, опять же, Акония. Акония получает 2 к 1. Ты смотри, тут боятка серьезнее. Поставим десятку на нее всего лишь. Потому что я думаю, если поставили Юфтана. Юфтан, что ты знаешь, не буду платить ей свыше. Она делается с Юфтаном. 29 лет. Они примерно одного возраста. Гораздо сильнее Юфтан. Но как же он проигрывает ей в выносливости, в ловкости. Слегка. Вот это самое подпросел он. Рефлексы немножко более. И при этом, при всем, она очень-очень-очень часто впадает по сравнению с ним. По хп примерно равный. Поэтому я прихожу в нормальный стиль. У Юфтана же есть 2 поражения. Думаю, третье поражение ему просто не простит толпа. Оружие у моей женщины. Грубо говоря, моя женщина. Она же моя женщина. Она в рабстве у меня. Поэтому пушка у нее получше. Начинается бой. Рубилова идет страшное. Акони. Судя по всему, добивает его? Да. Акони его добивает. Но большой ценой она получает небольшие травмы. Маленькие. Мельчайшие травмы. И при этом, при всем, она выдохла с Юфтана. Как я и предсказывал. Мне простилиц третье поражение. И он отъезжает прямо в могилу. Локи будет. Там распоряжаться его душой. Либо. Рыба моя золотая. Сейчас отправляется в стронг события. Как-то 5 дней. Не, ну 5 дней травму лечить. И 8 дней отдыхать. Еще будет Акони. Отдыхает она лучше. Благодаря тому, что у нас все-таки мешочки. Мешочки спальные. Так бы он отдыхал еще дольше. По деньгам, в принципе, все прекрасно. Новые бойцы через 4 дня приедут. Как раз после стронг события. У нас стронг события сейчас происходит. Не заболел либо благо. Отправляем его на бой. Отправляем с этим боссом снова. Давай, либо. Это сильное событие. Это должен справиться. 3 к 1 на либо. Поэтому я поставлю все, что есть. Потому что я не думаю, что он может вообще, в принципе, приграть. Он требует, правда, 30%. Поэтому я накину ему 28%. Не думаю, что нужно что-то больше. Ты дерешься с каким-то парнем, которого я дал тебе на съедение просто. Ты у меня в месси выходишь. Я тебя в стронг отправил. И вот он за Гетекузом. Гетекузом, который, кстати, без поражений. 6-0 его статистика. Он проигрывает по силе моему бойцу. При этом он выигрывает его в стамине. Он выигрывает... Не проигрывает ему в ловкости. Выигрывает у него в рефлексах. И декстративный тоже на уровне. Хотя у моего парня больше хп. В принципе, это сильный соперник. Да либо. Но его оружие желает оставить лучшего по сравнению с моим. Ведь мое оружие точит сам гефест. Будем надеяться, что либо победит. Да, либо просто съедает. На самом деле, начиная с 621 хп и заканчивая с 621 хп. Он просто сожирает. Где-то туда. А Гетекуз еще и на 118 решил сдастся. Типа он сказал, все, не бейте, пожалуйста. Хочу жить. Но. Толпа говорит, один раз продул. Изволька нахуй с арены. Очередная победа у моего парня. Ну как сказать моего парня. Моего бойца. И он теперь подкачался на второй уровень. И он немножко устал. 37 тысяч копилочку занес. Посмотрим, где он развил себя. Развил он себя. А я могу выбрать, где он себя развил. Ну тогда давайте. Тут-то непонятно, где он себя развил. Тут у него статистики немножко улучшились. Но боги решают, где они у него лучше. Не я. А тут я могу выбрать. Инстинкт киллера. Шанс убить гладиатора. Быстро давайте больше. Вот это вот, чтобы он получал 6 скиллпоинтов. Вместо 5. Чтобы сюда распределить. Пусть совершенствует себя. Либо он уставший у меня. На самом деле уже 53 тысячи денег сохранил. У меня 126. Я предложил бы вам через один день новые бойцы. Мои ребята отдыхают. Отдыхаем. Смотрим новых тут же. 22 года. Еще раз. Никого не нашел в прайме. Никого не нашел в прайме. Целлер. Можно взять уже, кстати, подрастающее поколение. 17 лет. Хонория. Женщина. Но 17 лет это слишком мало. Это еще девочка. У нее сил нет в руках. И ты нашел меня, я вижу, в прайме одного типа Потиуса. В принципе, средние силы. Хорошая выносливость. Хорошая ловкость. Хорошие рефлексы. Такси в вода. Нехороший интеллект. Я думаю, его как раз таки можно занять. В качестве третьего бойца. Посмотрим, что может Потиус. И да, он неплох. Он вполне себе неплох. Единственное, что ему не достает довольно-таки силы. В стамине. В остальном он очень хороший. Думаю, если он подкачается, будет более массивным, он сможет все. Весит, конечно, достаточно. Странно, что он такой слаб. При этом у него средняя жадность. Ладно, Лансей он дерется. Давайте следующий месяц посмотрим. Следующий месяц у нас мил события, в которое можно зарядить, кстати, кого? У нас идет массив потом. И еще массив. И сейчас мил события. Я думаю, сейчас мы в мил события запихнем Аконию. А она отдыхает, но ее никуда не запихнем. Нас кого-то придется отправить на этот месяц в лоу. Я не думаю, что Акония потянет сейчас Мессих, потому что ее там попросту убьют. Либо без проблем там должен справиться. Ну, с проблемами, но должен справиться. Я на это очень надеюсь. В милт поедет у меня тогда Акония. Она там уже бывалая. Нашего бойца Потиус. Я отправлю, к сожалению, в лоу, потому что больше некуда. Пропустим это событие. Приезжает у нас Потиус. Надо сейчас в Аконии забрать Ланцею. Отдать ее в руки Потиусу. Сказать, уважаемый, блядь, давай. Это для тебя. Это дебют. Ему сейчас скормят кого-то. Я не знаю, правда, кого ему скормят. Но он должен справиться без проблем. Ставка 5 одному на него, блядь. Это очевидно. Я думаю, 25% вполне. Его морали падет на 5. Но я не вижу, блядь, смысла платить тебе так много денег. Хотя там денег даже и не водится. Дерется он тоже с дебютантом. 36 лет. Постумус. Раб. Очень хуевая сила. 10 сил. Вообще ужас. Стамина проигрывает. Ловкость ужасная. По-моему, они просто выпустили какого-то парня на убой, блядь. За долги, мне кажется. Это дело греческой мафии. Потому что ему на этом ринге делать нехуй. Я считаю, что агрессивный стиль, блядь. И давай кончаем. За пару ударов он его кончил, блядь. 10 тысяч принес копилку. Ну и, блядь, это даже, нахуй, не событие. Это даже не боец. И, в принципе, он уже готов, нахуй, выезжать на еще одно, кстати. На еще один лоун. У меня пойдет фармить. Дальше пропустим. Посмотрим, как сильно хорошо знают Либо и Аконию. Давайте. Сенсация, блядь. К сожалению, Либо уже знают и Аконию. Она тоже сенсация, ее тоже знают. Этого парня лишь заметили. Это есть и хорошее от этого, как бы, свойство и плохое. Хорошее свойство, это я могу их продать. За нормальные такие деньги. За этого парня я бы сейчас меньше 40 тысячи не дал бы. То есть, ну, я бы не продал его меньше, чем за 40 Аконию. Я бы за тридцатку просто вбухал. Я бы даже с 25 его вбухал. Но и был бы таков, кстати. Ну, а плохое, это то, что на них ставки теперь очень высоки, потому что их люди знают. И никто против них ставить не будет. Такс. Очередное лоу-событие. Отправляется туда уже подготовленный к этому делу потиус, который уже однажды дрался. Он у меня, кстати, интеллектуал, по-моему, да? Нет, не ошибаюсь. Минуточку. Ты у меня интеллектуал? Ну, 40 у него интеллекта. Значит, он быстрее качается. Это очень хорошо. Такс, лоу. Потиуса туда. С его ланцей, конечно. 5 к 1 снова я все ставлю на него. Теперь, ну, опять же, немножко больше. Дерется он с НАСА. НАСА третьего уровня, на самом деле, 38 лет имеет. Посильнее моего бойца. Вообще совершенно невыносливый. Неловкий. Так себе рефлексы. Ужасный декстер. Я думаю, агрессивный стиль снова падает, потому что в руках у него, ну, такое. Подольше держится НАСА, но потиус убивает его практически без урона, да? У меня 92 на... Один раз попадает он по потиусу. Потиус приканчивает его, немножко устает. 7 тысяч всего лишь в копилочку. Ну, что поделать, видите, уже тысяча динаров всего лишь со вставок. Неприятно. Потиус надолго устал? Да, на 9 дней он устал. Ну, пусть отдохнет. Два боя за один период, это и так слишком много для него. Следующее событие, когда у меня бойцы обойти через 8 дней. Либо дается паги, как ребят, 88, паги, есть хорошая. Нет, но есть хорошая ланция на 103, пока что покупать ее, в принципе, не буду. Посмотрим, что нам интересного пишут. Палтрид Пирсис, Водиштензу, Таймс, Рталли, Мэн, А, мне предлагают взять заемы. Посмотрим, какой заем дают сегодня. О, под 11% дают 78 тысяч, 90 дней это вообще-то грабеж. Такие заемы никогда в жизни не возьму. Броню продают, мои ребята не умеют носить броню. Туда ему дорога. Можно выступить спонсором на следующий месяц, чтобы было больше событий. Но событий и так достаточно, потому что я шоумен. Мне это не обязательно делать, не обязательно тратить на это свои деньги. Став-мемберы, в принципе, качаются в офисе, все хорошо. Пропускаем ходец. Качаться никому не надо. И мой любимый Либо, имея уже второй уровень, отправляется на массив очередной. Пагио в руках, наперевес, 3 победы, 0 поражений. Сенсация, мой заболел, я вижу потиус еще на 8 дней. Дополнительно это не очень хорошо, но он и так отдыхал, так что пусть еще и лечит свои, эти, лечится, короче, свои заболевания. Итого у нас Либо, 3 к 1 получает ставку. В принципе, можно дать деньги за массив хорошие, какие он и просит. Поставить на него можно, ну, 1020, чтобы получить 107. Я сейчас подойду одну секундочку. Так, вот я здесь, я, видимо, уже все предустановил. 20 тысяч ставлю на Либо, 3 к 1 на него, потому что он сенсация. Посмотрим на массив, какой беремуд к нему вышел. Четвертого уровня, 2 уровня превосходит. Молодой, ой, какой молодой. 20 лет, уже такая борода. Проигрывает в силе, выигрывает в стамине, проигрывает в ловкости, проигрывает в рефлексах, проигрывает в декстрате, имеет меньше жизни, нормальная сила. Оружие, в принципе, вы знаете такое. Разница, естественно, на моего парня, конечно, получше. Будем надеяться, что Либо вытащит его домой, хотя Либо вытаскивает ее практически без проблем. Получает, например, на сотку урона. Он всего лишь устает, не имея никаких травм, проходит мой массив очередной и 4-0 его статистика. Я думаю, скоро его захотят купить, но я откажусь, потому что это действительно самородок. Я думаю, что либо это что-то большое. Либо это что-то большое. По поводу бойцов. Не вижу никого. Вообще никого не вижу. Подрастающее поколение, конечно, можно взять, но я не думаю, что он доживет до 23-х. Не доживет он у меня до 23-х. Такие деньги еще за него платить? Нет. Не мой метод. Можно, конечно, взять еще у него ветерана когда-нибудь какого-нибудь, но я не думаю, что этот ветеран тоже будет тащить. Так, уметь события, отправлять его, зарабатывать мелкие деньги. Так, у нас Акония, в принципе, здоровая и готова идти на лоу. На мастер я Аконию опять же не отправлю, сравнивая либо Аконию, либо даже когда отдыхает. А либо у меня через 4 дней не поедет, он в минуту у меня поедет потом. Акония, на следующее событие нужно ей пушечку отдать из рук Потиуса, который уже 2-х прорезал ей. Конечно, теряет она состояние. Скоро придется покупать новые ланцы, потому что она на данных 2-х у них. Это не самый лучший вариант, но на данном этапе это... Я вот такую возьму за 2 косаря. Пока эту пусть носят. Ничего там такого нету. Когда это перестанет уже вообще быть актуально, а именно сколько там. Когда у нее будет тут 70, тогда ее можно и поменять. Мелкое событие. Всего лишь 677 человек пришло. Видите, 10 тысяч. Получим за бой. Аконию ставим. 4 к 1, все на Аконию. Ставим 20% ей. Дерется с Карус, 2 уровня, дебютант, 18 лет. Господи, какой пацан. В принципе, подающий надежды. Если бы он с такими статами вышел на свой Prime 23, то плюс 20 каждому бы было. Обидно, что такой талант погибнет, поэтому можно его, в принципе, сохранить жизнь. Я ведь уверен, что она его убьет. Да, там пиздец ему. Ну, был надеяться, что... Да, он погибает. И даже с учетом того, что я приказал и сохранить ему жизнь, толпа все-таки говорила, нахуй, надо убить. Получает 2 уровень. Она подустала слегка с Каруса. Жалко, потому что, действительно, он еще не повзрослел как следует. Получил пиздюлей. И был убит. Ну, погиб и погиб. Прокачивается она. Опять же, меняет какие-то у нее статы. Не знаю я, какие. Но, в принципе, она очень часто выпадает. Это хорошо. Что я хочу прокачать? Incomit damage, D8 amount, Dodgers and Blobs, Cosmite, Deathmas. Декресс стамины, Cosmite. Нужно вот это и качать, чтобы на меньшее стамины тратила при атаках, потому что бьет она довольно часто и очень часто попадает. Это хорошо. Так, следующее событие лоу. Кто туда отправится? Никто, либо у меня пойдет на минуту потом, потому что он отдыхает. Видите, все вот на отдыхе. Следующие, через 6 дней, бойцы приезжают. Получают мои стафы с новым уровень. Network гораздо выше. Ожидание гораздо выше. Пусть коучинг будет немножко. Болезни давайте лечить, потому что они начали заболевать. И оружие. Gefez тоже приобретает какой-то свой шарм. 140 тысяч имеем. Давайте что-нибудь ему улучшим. Например, жратву. Пусть хотя бы зерно едят, потому что это пиздец на самом-то деле. Жрать то, что ты отдешь в грязи. Ну и крышу им, конечно, бы по-хорошему поставить. Но как будто у меня 1200, так я поставлю крышу, потому что это все расходы, понимаете. По 400 рублей это стоит. Больших денег. Посмотрим, какие есть заемы. На 17 дней, блядь. Пиздец. Ой, на 17 процентов. Заем, блядь, на 40 середня по 17 процентов. Вообще охуели, блядь. Нужно отчаяться, чтобы взять такой заем, потому что он тебя уничтожит. Нам некого мне отправлять. На мессив. Но на милт зато пойдет мой либо. Потому что он может пагио в него в руках. Ну такое пагио, кстати. Ну да ладно. Это же милт. Я уверен в тебе. Два к одному, блядь. Аназар. Аназар. Каков Аназар? И это при том, что либо-то сенсация, блядь. Ну десятку, в принципе, не жалко, чтобы потом пятерик забрать. Ну слушай, блядь. Видимо, тебе придется выделить немножко больше. А Аназар, похоже, серьезный противник второго уровня. О, блядь, нету. Совершенно не серьезное для тебя противник. Че это? Не понял я. 33 года, конечно. Дебютант, блядь. Его никто не знает. Статы у него так себе. Он довольно толстый. Ну, я думаю, с нормальным стилем, потому что попадает он тоже довольно-таки часто. Не хочется переагрессировать. Ну или боево убивает просто в холодильник, причем 5 побед у него 0 в поражении. Аназар отъезжает, блядь, в мир иной. Не понимаю, почему столько было шума вокруг этого бойца. Либо устал на 5 дней. Это даже не срок. Новые бойцы, через один день у меня есть перк-поинт. У меня личный моперк, который, ну, я сам подкачался, я как хозяин ямы. Стартовый уровень гладиатора можно повысить, можно повысить гладиаторов бонус жизненной силы. Получать больше денег. Я хочу opportunity chance прокачать на 40%. Я объясню, что это такое. Это будут скоро сайт-квесты появляться, на которые можно отправить своих бойцов или никого. Не отправлять. И я хочу частенько эти события выигрывать, потому что там хорошие добываются бонусы. При этом никого не отправляем. Так, Акония. Новые бойцы, чуть не забыл. По возрасту, пожалуйста. Вот праймы мои пошли. Так, ну это прайм, конечно, блядь. Это женщина, скажу, мне мужчина, 25. Массиниса. Но, мэээ. Я не вижу. Я вижу 17-летнего подрастающего, но, блядь, что? Он не стоит таких денег, блядь. Вот тоже неплохой. Ветерашка уже. Нет, нет, нет. Гилити мало, но в остальном он пятерочник, конечно, блядь. Но 31 год, блядь, он уже на покое, ему скоро пора будет. В принципе, в милдах он может что-то и может. Но только в них. Второй, что говорит мне, скаут, который сказал мне, нашел вот 31 год. Тоже уже такой. 19 лет далеко не прайм. В прайме не нашли мне хороших бойцов. Ну, давайте попробуем ветерана взять. Он, в принципе, отличник, кроме ловкости. Посмотрим, 7 тысяч стоит. Латернезис. Посмотрим, что ты представляешь из себя. Ну, блядь, силой он меня подвел. Он совершенно не пятерочник по силе оказался. Ловкость у него, ну, на так себе, как она и обещалась, хуевая. При этом удерется тоже ланцей. Ну, пиздоту ланцую я ему не дам. При этом он совершенно не жадный. У него нормальная харизма. В принципе, если он подкачает силу, ну, блядь, 11 силы, что это? 190 вес у него. Это примерно 90 кг, блядь. Ну, там где-то. Да, 90? Не знаю. Да, 95. И при этом при всем он... Ну, не знаю. Куда такая сила? Скорее, ему жирную надо сделать, потому что это пиздец. Ланцей борется. Сейчас его отправлю на сам... Ну, я отправлю его в милд. Я брал его на милд и на эверидж. Если он не вытащит эверидж, мне такой ветеран, ну, нахуй не нужен. Отдыхаем, смотрим следующее событие. Месси. Это у меня для моего флагмана. Медлили бы уже заготовлен. В стронг. Пора уже идти о коне. Я думаю, она должна... Ну, подкачалась. Три боя выиграла. Готова на стронг. Второй стронг. Мне некого посылать, к сожалению. Я не уверен в поте усе на стронг. Хотя, так как, если сравнить, да... Путиус тоже пойдет на стронг у меня. Он готов. Он готов. А вот ты, мудила, который через два дня приедешь, отправишься у меня на лоу. Потому что милд и эверидж для тебя у меня, к сожалению, нет. Давайте скипать. Когда новые бойцы будут через 13 дней? Это еще дохуище. Никого я не буду пока покупать. Почта пришла. Интересно, что-нибудь есть. Фанат прислал. Смотрите, как ваши бойцы дерутся на арене. Это действительно очень круто. Когда я вырасту, я хочу быть таким же боссом, как и вы. Ваш фан Кайса. 10 побед. Поздравляем с вашими. Здесь у нас 10,1. Одно поражение у нас 10. Перки. Лучшая еда. Спасибо большое. А конья прислала мне письмо, что я дал им новую еду. На здоровье. Они находятся все в восхитительном настроении. Кроме Латтернессиса он только приехал и уже падла в среднем настроении. Ладно, это не имеет значения. Так, не заболел никто. Либо при оружии. Да, у него его Пагио. Посмотрим на Пагио, если какое-нибудь хорошее. Пагио хорошего нет. Через 10 дней, скорее всего, будет. Но не важно. Отправляешься в Мессив. Либо 5-0 имеющий. Отправляется. Один к одному дерется с Бестией. Ёпт твою мать. Тут как бы нужно ему мораль-то под это. Поднакачивать. Хотя нет, не надо ему мораль. Поднакачивать у него и так самая высокая мораль, которая может быть. Поэтому там нет никакого смысла. Поставлю на него 15-ку. Чтобы он понимал, блядь, что я за него. Если, кстати, поставить вот так на противника, то он расстроится. Я это проверял вообще. Черт знает, когда? Пару месяцев назад. 15-ка. Дерется с Бестией. Шестого уровня. На один год старше. 8 побед. 2 поражения. Посилье выигрывает мой боец. По стамине они совершенно равны. Ловкий. Более. Много ловче. Вестия. Рефлексы более рефлекчатый. Но как же мой парень часто будет попадать? По хп примерно одинаковые. Оружие. Подчеркиваю. Оружие. Одинаковые. Там тоже кефест постарался. Поэтому давайте. Это даже интересный бой, за которым можно будет посмотреть. Потому что в улипну пока-либо попал. Это меня пригрывает. Пригревает стамина. В принципе. Так сейчас бы он только... Ой, блядь. Получает либо тычку, блядь. Какой-то ужас происходит. Нахуй. Надеюсь, сейчас не получит еще одну. Ну, попади по нему, блядь. Долго. Долго режутся. Попадает. Хорошо попадает. Уверен. 503 на 368. Ебать. Бестия вполне себе может выиграть этот бой. Я потеряю своего флагмана. Но либо отвечает инстанцию. И еще разок ему режут. Ну и врежь ему напоследок, блядь. От нашего столика еще ему. Ну, я прошу тебя. Блядь, нет. Не ты. Другой врежь. Убей его. Убей его нахуй. Хорошо, блядь. Либо справляется с этим уебком. Долгий был бой. Да. Самый долгий бой, скорее всего. На моей памяти. Я даже не хочу длинных боев. 15 тысяч составок. Третий новел прокачивает. Шестая победа моего типа. 37 тысяч меня отъезжает. Признул. Типа призовых. Да, это призовые. Если бы мы проиграли, мы бы не получили ничего. Поэтому это призовые. И получают мелкие травмы. Убивая при этом охуевшего бойца. Так-то знаете, что можно теперь зайти как бы и постебаться еще. И позади к этому боссу. Посмотреть. Это все его бойцы, которые у него сейчас есть. Можно на самом большом уровне поставить. Это его флагман сейчас является. Руга. А еще было бестия. Судя по всему, бестия больше нет. Он сейчас, наверное, не в очень приятном настроении. Я думаю, что когда я буду сейчас драться в мессивах. Не зависло. Это я просто думал. Либо уже не имеет равных. С этим боссом. Когда я сейчас буду рубиться. Да. Тут только Руга может ему что-то предъявить. Но Руга 17 лет еще молодой неопытный пред. Ну, 7 боев провел, блядь. В 17 лет. Это молодое нахударование. Но я не думаю, что он справится сейчас. И самое забавное, дать его положить ему нашего либо. Интересно, захочет он либо, как вы думаете? Я думаю, он его захочет. Да, поговорим. Я бы хотел продать тебе. Либо. Он не хочет, прикинь. Он вообще никого не хочет. Он тупо не хочет моего-либо, который убил просто его флагмана. У нас был сейчас битва, флагман на флагман. Это мой мейн-эвентер. Мой тип. Чувак, на который я делаю все свои ставки, он его не хочет. Ей, твою мать. Ну, ему наху пора. Тогда от бизнеса. Получает, опять же, какие-то статы. Либо. Об этом я не знаю, какие. Пускай он научится носить какую-нибудь броню. Шкуры. Давайте я куплю либо шкуры. Теперь он умеет их носить. Это, в принципе, очень здорово. Шкурам 9%. Я уже вижу прекрасное. Либо. Ты заслужил. Пусть он понимает, что я его берегу. Пусть он понимает, что я, как бы, слежу за ним. Он должен у меня быть в идеальном состоянии. Он перебил всех крутых типов этого парня. Соседнего босса. Стронг события сейчас. Кстати, а на стронгах тут-то, кстати, наверное, сейчас поедет тот молодой. И он может такой не, в принципе, составит. Как мы говорим, все. Но думаю, что она его тоже убьет. Ланцею у нее, в принципе, надоедать. Отличную ланцею. Это ее первый стронг события. Я не хочу, чтобы она потерпела фиаско. Фиаско. 9 дней у нас остается. В маркете продаются, наверное, новые пушки. Да, новые. Есть хорошие сики. Есть хорошие ланцеи. Но пугео, к сожалению, нету для моего мейн-эвентера. Ну и неважно. Почта пришла. Надо починить, говорят. Починим. Почем там? Ну, починили и хорошо. У нас, видимо, кондишен упал. В принципе, я думаю, наши ребята достойны поиметь крышу над головой. Потому что, когда им будет дождь в ебало лить, это не очень хорошо для их здоровья. Я считаю. Тем более, что они сейчас все здоровенькие, все готовенькие. Два стронг события. Отправляется у нас обязательно Акония. И отправляется у нас обязательно Потиус. Первая пойдет Акония. Никто не заболел? Никто не заболел. Прекрасно. С тобой Акония имеет ланцею в руках. А хорошая ли у него ланцея в руках? А, да. Мы ей дали идеальную. Мы ей дали идеальную ланцею, чтобы она смогла справиться. 43 тысячи приз. 4 к дому на нее. Поэтому я сразу на нее все поставлю. Получает свои деньги, которые закрутят против Сатурниуса. Опять же, я уже видел Сатурниуса. 44 года. Намного старше ее. При этом сильнее. Менее выносливый. Более ловкий. Так себе с рефлексами. При этом мало дэкстрати. 226 хп. Ставлю агрессивный стиль. Она должна его убить очень быстро с помощью этого оружия. И у него всего лишь 200 хп. Два удара понадобится ей, чтобы прикончить его. Так и было. Он даже не попал ни разу. Она просто уничтожила его. Просто за секунду. Выигрывает свой первый стронг событие. 4-0 ее статистика. Она даже не устала. Она даже не устала. Так как она не устала, я отправлю ее сейчас еще в один стронг. Да? Ты в порядке? Готова, если что? Она, скорее всего, готова. Став в порядке. Рекурты на очередь 7 дней приедут. Отправляем ее в стронг события с тем же боссом. С теми же статками. Она, в принципе, готова. Два к одному на нее усус. Усус. Это чувачок, видимо, уверенный. На этот раз я поставлю на нее десяточку. И пятнашку. Нет, двадцать все-таки. Двадцать тысяч. Я верю в нее. У нее идеальная пушка. Дерется с усусом. Дебютант. В 33 года. Имеет хорошие показатели. Но при этом очень редко попадает. Поэтому, опять же, агрессивный стиль. Более ловкий. Более сильные рефлексы. Ну... Как сказать, пушка в гораздо более худшем состоянии иметь меньше хп. И она его убивает. Опять же, не понеся совершенно никакого урона. Скорее всего, устанет. Потому что бой был на двух страницах. Да, слегонца нападу стала. Приносит мне мои десятку составок и 30 тысяч призовых. Моя девочка. Идет отдыхать на 7 дней. Следующий событий у нас в новой два стронга. В лоу пойдет Ларень. Влад Тернезис. Он тоже, кстати, радуется, что побеждают. Видите, когда они побеждают, он тоже, типа, подзаряжается. Чем он дерется? Дерется Лансея и получит так себе Лансею. Не лучшего качества. Но она ему и не нужна для сильных. Он пойдет в лоу. Лоу он должен справиться. Там одни бичи дерутся. Вроде него. Да. Ставки 5 к 1 на него. Видимо, он все-таки что-то понимает в боях. Не получит он даже денег. Лишних 20% своих. Дерется с Ликинусом. Одна победа. Четыре поражения. Он все еще жив. Его еще не убили на арене. Какое-то чудо произошло, видимо. Гораздо более слабый ему боец. При этом более выносливый. Менее ловкий. Рефлексы на уровне моего бойца. И по жизни. Давай-ка агрессивную стойку, блядь. И погнал. Потому что оружие в руках у этого, типа, так себе. Убивает его практически без урона. В принципе, да, ты готов на медиум, но деньги смешные. Деньги смешные. Либо готов на второй массив уже пойти или на стронг. Я думаю, ты пойдешь на массив, потому что там к тебе никаких конкурентов уже не осталось. Акони отдают Лансею моему флагману. А у моего флагмана Пагио. Мои тысячи изменений. Есть ли новая Пагио? Блядь, нету нового Пагио. Пагио нужно срочно новое для моего типа взять. Через четыре дня новые бойцы. Тут никого я уже не вижу. Пропускаем. Там никто ничего не подкачал. Я ничего не пропустил. Ничего не пропустил. Стронг события. Некого отправить. И тут никого отправить. Ну и вот массив. Не заболел никто. Потиус получает уровень. Качает что-то. Я не знаю что. Опять же экспертиза его. Пусть больше статов получает. Потому что ему нужно силу подкачивать. Я рассчитываю на него. А бой Мессиев отправляется. Мой уважаемый. Уже 6-0 имеющий в броне. Либо. Дерется он 3 к 1 ставке на него. Очевидно все на него залью. Поставлю столько сколько он хочет иметь 30% против Руги. О, тот самый Руга по-моему. Это молодое дарование. Бля, нет. Туда надо все-таки 2 царик зарядить. Потому что хуй его знает. Руга. Нет, другой Руга ебать. 31 год. В принципе ебать. Хороши статы. Конечно мой тип более сильный. Более выносливый. Более ловкий. Проигрывает в рефлексах. Но при этом выигрывает Декстер. И тебе больше хп имеет. Нормально он должен его убить. Оружие неплохое. Но этот тип. Стронгий. Уверенно выбрал. Дебютант. 31 год. Долго с ним мучился. Либо. Но при этом при всем потеряв сотенчик. Убивает его. Друга сдается на 131 хп. Быстро довольно-таки он сдался. Слабенький. Думаю его убьют. Да. Его убивают. Потому что он не бился до конца. Толпа такого не любит. Устает. На 11 дней аж. Либо не очень приятно. 256 тысяч имеем. Хорошая репутация. Говорят у нас. Меня любят. Не в Тобе. Конечно еще. Ну все еще. Потиус подписал. Что ему нравится. Как мы работаем над убежищем. Мы хорошо работаем над убежищем. Давайте еще что-нибудь туда закинем. Тюрьму не будем делать. Мы ребята все довольны. Давайте пусть они у меня лучше кушают. Кушают хлеб, а не зерно. Хлеб это все-таки хорошо. Получает уровень став мембором. Латерниска качается. Это все очень здорово. Так. Больше сеть. Больше сеть. Коучинг на уровне хочу. Инжери пусть сильнее лечат. И оружие естественно. Бронюкс и тоже можно будет потихоньку начать качать. Но пока рано. Латернис. Имеет 11. 52. Псеринку кончится развед свой сил. Ни на сколько. Поэтому еще больше. Больше статов ты должен блять. Ну милый ты в принципе сможешь и так я надеюсь. Что ты пиздец. Денег ты жрешь как ни в себя. Он жрет денег нахуй больше чем блять мой либо больше всех есть. Но все еще а конья сравни блять а конью и себя. Какой ты блять и какая она. Чем занимается она и чем занимаешься ты. И ты при этом больше не требуешь. Наглец. Просто кошмар. Отправлю тебя сейчас в струнг и отпиздит тебя там. Хочешь? Пойдешь в струнг блять. Он думает он не пойдет. Ну сейчас ты пока есть кому уходить. Но если не будет пойдешь ты. На этом все закончится. Ну верь я круто кстати. 23 в прайме есть. 28 в прайме есть. Ну не не. Это явно не звезды блять. Это явно 30 прайм еще. Нет уже все. И второй находит мне 15 летнего бойца сила. Это мужчина. Да гладиус им дерется 15 лет. Э. Нет. Это тут я звезд будущих аренды не вижу. Третий уровень получает Ахони. Быстро она интеллектуалка что ли. Да 40 интеллектуал. Но Латернис у всех обгонит по уровню. Он все таки довольно умный. По своему возрасту. Прокачивать что-либо не знаю что. При этом надо и чтобы она гораздо чаще била. Потому что она может бить сильно. Стронг событий. Сейчас она поедет. Либо. Поделишься? А нет. У меня Лансей дерется кто-то друг. А, она по-моему из Лансей осталась. Да, вот Лансей. Давай я. Новая Пагио хочу. 75 есть. Через 60 дней. Через 6 дней будет еще какой-то. Посуд подождем. Все равно 7 дней либо отдыхает. Он здесь никто может через Пагио. Заезжает Ахони. Стронг событий. Один к одному. Цейлер против нее. Есть какие-то у него шансы. Скорее всего поставлю пятнашку. Чтобы сильно не прогадать. Потому что не хочется терять эту уже родную для меня женщину. Ставки оставим прежними. Дерется она против Цейлера. Одинаковый уровень у них. На 10 лет он ее постарше. Посильнее. Гораздо менее выносливый. Поэтому будет мало бить. Ловкость у него на уровне. Рефлекс у него также на уровне. При этом он мало попадает. Имеет столько же ХП. Думаю, агрессивная стойка сейчас для нее. Потому что он будет выдыхаться и не часто бить. При этом она будет бить чаще, чем он и гораздо точнее. А оружие у них, ну, у нее-то получше. Буду надеяться, что она его разнесет. И она без потерь. Она без потерь. Мне кажется, она даже может теперь выступать в массивах. Мне кажется, она готова для массивов. Подустала. Но при этом просто убила. И, собственно, да. Он не выжил. Цейлера тоже решили карать. Через 7 дней будет ближайшим боец. На 15 дней заболел, блядь, этот, нахуй, получающий. Я вот, блядь, уже не знаю. Мне хочется его, нахуй, убить. Ну, туда или освободить, блядь. Но это прогадал я. С тобой я прогадал. Я не ожидал, что ты будешь таким хуесосом. И теперь придется... Ну, Потиус на строну пойдет. Потиус сможет, я в нем уверен. Потиус. Лансею надо дать ему, правда, на стронг. Потому что он не такой все-таки маньяк-всеубийца. По поводу заемов. 15% это грабеж. Через 4 дня новые. Лансею есть. У них уже, в принципе... Ладно, поехали. Потиуса хочу, видите. На 40 тысяч призов. 2 к 1 на него. Против очередного руги. Я, правда, не знаю, кто это такой. Получится. Ну, давай на 2 царика. Если шо, 10-ку мне отдашь. Получишь свои деньги. Свои 30%. В принципе, он такой. Средней жадности. И рацион с ругой. 8-1. Тот самый 17-летний талант. Его я узнал. Что я могу сказать. Я хотел, чтобы, конечно, либо сразился с этим типом. Потому что, либо, я думаю, его убил бы. Но придется Потиусу отдуваться. Потиус проигрывает ему в 5 уровня. При этом он постарше его. Проигрывает в силе. Выигрывает в выносливости. Выигрывает в ловкости. Выигрывает в рефлексах. Но проигрывает в точности попадания всего лишь на 3. При этом имеет больше жизненной силы. Оружие. Они примерно равны. Моего немножко лучше. И тот парень в броне. Ну, Потиус. Я молюсь за тебя. Как бы, либо не пришлось мстить за брата. С первого боя. Потиус получает хорошую тычку. Отвечает буквально тут же. Замес идет страшнющий. Хорошо. Потиус уносит ему удар. При этом получает, блядь, тоже неприятную тыку. Эх, блядь. Ну, пока вроде наш парень держится против их флагмана. Очень не хочу терять Потиуса. Хорошо. Пробивает ему еще разок. Дай-ка ему еще разочек, ебать. Нормально. А теперь 32. Прикончил. Потиус. Не флагман. Попрошу, на секундочку. Этот парень, блядь. Которого я использовал, чтобы формить медиумы. Эвериджи. Выходит в мессив. Против Руги. Который является чемпионом. Чемпионов, блядь. У этого босса. Арены. И Потиус убивает его. Все. Дорога для Либо уже освобождена. Прекрасный бой. Долгий бой. Получает он 80 славы. При этом всего лишь устает он даже не травмирован. 450 экспы. Приносят мне деньги. Руга. Отъезжает. Ну что ж. Что ты теперь скажешь. Мне уже даже интересно. Боссы. Дай-ка я посмотрю. О, у нас уже новый, да? 18-летний. Ну куда? Это уже семечки даже для Потиус. Это уже семечки для всех. В принципе, можно теперь в мессиво отправлять. И Поти Туса. А, это был не Строн Кли часа? По-моему, это был Строн. Это был же Строн, да? И теперь все и мы втроем. И Акония, и Либо и Поти Туса. Выезжайте у меня в мессиво. Собственно, ребята, я думаю, в принципе, для первой серии этого вполне достаточно. Ну или может быть и для последней. Я делаю это в качестве эксперимента, потому что это действительно не свойственно. Я... Вот такая вот игра мне очень сильно понравилась. И не знаю, как она вам. Поэтому я не часто прошу, но вот сейчас напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам оно. Доброго всем фпса. С вами был Шуз. А вы, господа, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok